И всем привет, ребят, с мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых ботов, на тестовом сервере появились новые боты, если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте магичный тег тег тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Тем временем я уже зашел на тестовый сервер, открыл вот этот замечательный матчмейкинг, зашел в бой и вот такие вот, давайте поменяем сенсу, тут что-то как-то у меня очень резко, дерзко камера крутится, и вот такие вот ребята теперь попадаются в нашем матчмейкинге. Они уже умеют ездить, они умеют уже наваливать контенту, только не прожимают расходку, но на этих званиях у нас просто расходки еще нету, так бы я думаю, чтобы они бы и расходку прожимали. Ну и исходя из того, что я вижу, я вижу, что они даже поворачивают башней, они четко едут в противника и наваливают контенту, то есть они потенциально играют сильнее, чем, ну наверное, половина игроков в матчмейкинге, даже на легендах. Да, даже на легендах есть игроки, которые играют с приваренными башнями, а эти боты умеют и поворачивать башни, и передвигаться по карте, ну и соответственно наносить урон, да, то есть как только у него цепляется, а нет, не как только цепляется у него мой танк, наносится урон, но в любом случае они наносят стабильный урон по оппоненту, ну и наверное даже прожимают овердрайвы. Сейчас мы посмотрим это дело, сейчас как только овердрайв, вот например есть овердрайв у Харька, прожмет ли он овердрайв или не прожмет, но в любом случае это уже боты, которые двигаются, я в принципе остаюсь все равно со своей позиции, да, то есть с той позиции, которая была у меня изначально, я до сих пор считаю, что ввод ботов это неправильное решение, да, и это не то, к чему нужно стремиться, нужно стремиться к повышению онлайна в игре, а не к ботам. Да, и тем самым, ну по сути, то что мы решим проблему того, что у нас будут более быстрые подборы в боях, да, окей, но игры против компьютера, против ботов, в моем понимании это наверное не то, чего хотелось бы видеть в нашей игре. Да, но то, что они уже ездят и то, что они играют сильнее, чем половина игроков в матчмейкинге, с одной стороны меня радует тем, что возможно у меня будет теперь в матчмейкинге попадаться хороший тиммейт, да, а то когда бывает порой соло играешь, начинаешь ужасаться от того, насколько плохо играют игроки, насколько глупые решения они принимают. Да, и это конечно выглядит максимально прискорбно, а здесь, если ты уж будешь играть с ботами, то возможно они будут делать какие-то мувы и ты будешь понимать, что это бот, да, то есть это не игрок, это не человек, это просто, ну робот, которого запрограммировали. И то он умеет, как я уже сказал, поворачивать башню, умеет двигаться по карте, ну и умеет наносить урон, поэтому в этом плане это выглядит конечно неплохо, но повторюсь, боты это не та вещь, которой нужно стремиться, да, и которую нужно развивать. В моем понимании нужно наоборот работать на счет онлайна в нашей игре, да, и стараться увеличивать как раз таки этот онлайн. Забаговались немножко джаггер науты, даже джаггер нажимает делить, ничего себе, он умеет даже делить нажимать, вот это конечно немножко сильно. Как-то так, в принципе, вот так вот все это дело выглядит, в принципе все, что я хотел посмотреть, я посмотрел. Пишите, что вы думаете по поводу ботов, нравится ли вам вообще эта тема, хотели бы вы, чтобы за вас играли вот такие боты, либо лучше, чтобы за вас играли игроки с матчмейкинга, как вы вообще смотрите на всю эту ситуацию, нравится ли вам эта тема, не нравится вам эта тема, согласны вы с моей точкой зрения или не согласны, пишите все свои мысли в комментариях к этому видеоролику, поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик и давайте искать новые видеоролики, ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.